Развернуться никуда не надо? Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Я Эдуард Шульман. Продолжаю свой хронотоп. 20-й век пошел на пенсию. По форме перекидной календарь с элементами отрывного. Коротенькие тексты на обратной стороне. В сентябре, когда мы с вами простились, я обещал, что включу несколько историй с переходными, переходящими датами по новому и старому стилю. Послушайте. Приключения на Парнасе. Михаил Юрьевич Лермонтов и Сергей Александрович Есенин родились в один день. Лермонтов в 1814 году, 3 октября, по старому стилю, 15-го по новому. Есенин в 1895 году, 21 сентября, по старому. И вот что написал Сергей Александрович Есенин. Из древле русский наш Парнас тянуло к незнакомым странам. Из них один лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне, слагал душой своей опальной. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной. И Лермонтов, тоску леча, нам рассказал про Азамата, Как он за лошадь Казбича давал сестру за место злата. И Грибоедов здесь зарыт, Как наша дань персидской хмари В подножии большой горы Он спит под плач зурны и тари. А ныне я в твою безгладь Пришел, не ведая причины, Родной ли прах здесь обрыдать Или подсмотреть свой час кончины. Мне все равно. Я полон дум О них, ушедших и великих, Их исцелял гортанный шум Твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов И от друзей сюда бежали, Чтоб только слышать звон шагов, Да видеть с гор глухие дали. И я от тех же зол и бед Бежал навек, простясь с богемой за не. Созрел во мне поэт С большой эпическую темой Мне мил стихов Российский жар Есть в Маяковской, есть и Кроме, Но он, их главный штаб-смоляр, Поет о пробках в Мостель-Проме. И Клюев, ладожский дьячок, Его стихи, как телогрейка, Но я их вслух вчера прочел, И в клетке сдохла канарейка. Прости, Кавказ, Что я о них тебе Напомнил ненароком. Ты научи Мой русский стих Кизиловым струится соком, Чтоб, воротясь Опять в Москву, Я мог Прекраснейшей поэмой Забыть Ненужную тоску И не дружить Вовек С богемой. И чтоб одно В моей стране Я мог твердить В свой час Прощайный Не пой, красавица, При мне Ты песен грузий Печайный. 28 декабря Сергей Александрович Есенин, Написавший последние стихи, Обмотал вокруг шею веревкой Два раза, Выбил из-под ног табурет И повис Лицом к синей ночи, Глядя на Исаахевский собор. Веревка была крепкая, От чемодана, Вывезенного Из Европы. Владимир Владимирович Маяковский Застрелился. И когда Лежал в гробу, Выпирали носки Здоровенных ботинок, Которые он привез Откуда-то из Европы. И похвалялся, Что им Сносу Не будет. Весело блестели Металлические подковки. Сносу Не будет. Николай Алексеевич Клюев Упал, будто бы, На неизвестном километре Сибирской железной дороги. Гумилев, Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Пастернак. Войдя во внутренние покои дворца, С намерением кушать чай, Государь сказал, Получено известие, Что Лермонтов Убит на поединке. Собаки И смерть Собачья. Великая княжна Вспыхнула И с горьким укором Отнеслась К словам Государя. И вот, Внявши К роткому Ее взгляду И ушедши Из комнаты, Государь Снова Взошел туда, Как бы Впервые И Объявил. Господа, Получено известие, Что тот, Кто мог Заменить нам Пушкина, Погиб На Кавказе. Неумерен, Уместно ли Остановлюсь, Однако, На Союзе За не. В стихотворении Сергея Александровича Есенина И я От тех же Зол и бед Бежал За не, Простясь С богемой, Бежал Навек Простясь С богемой, За не, Созрел во мне Поэт С большой Эпическую Темой. За не, По словарю, Потому что, Так, Как, Книжная, Устаревшая, В наши дни Вроде бы Не потеряна Поскольку. Почти потеряна Ибо Книжная Окончательно Выпала Из разговорной Речи Понеже. Не собираюсь И не призываю Насильственно Что-либо Возвращать. Но язык Национальное Богатство. И оставшись С двумя, Тремя Союзами Мы, Простите, Становимся Просто конкретно Реально Беднее. Читаю Удаля И Фасмара. За не, За не же, Потому что, Так как, Поскольку, Ибо, Для того, Затем что, По не же, По не. Средь шумного Бала. Писатель Дмитрий Васильевич Григорович Вспоминал О графине Толстой, Жене Графа Алексея Константиновича, Поэта. Она Урожденная Бахметьева Из Разоренного Семейства. Мать Старалась Не только Сбыть Дочку, Но и Продать Не без Выгоды. Познакомила С князем, Который Сделал Ребенка. Брат Вступился За честь Сестры. Вызвал Князя На дуэль И Погиб. Бахметьева Вышла Замуж За Миллера, Страстно Влюбленного. Да Она-то Терпеть Не могла. Скоро Бросила. Бежала С Григоровичем. Он Впервые По Тогдашнему Термину Употребил Ее На Качелях. В пути На Железной Дороге Употреблялись До Изнеможения. Она Была Необыкновенно Пылкая И Страшно Возбуждалась В тряском Вагонь. Напросились В гости К помещику Нечаеву. У него Шесть Дочерей От Разных Жен. И Всех Своих Девочек Лишил Он Невинности. Хоть Справа Налево, Хоть Слева Направо Лишил. Поодиночке И парами Каждую Ночь Девушки Пробирались К Григоровичу. Мать Последняя Супруга Нечаева Жила С Лакеем. Дочки Скопом Подглядывали И Передавали Фамилия Лакея Солдатов. Барня Укладывалась В постель, А он На вытяжку Дежурил В дверях. Ну, Боец, Раздевайся, Ложись, Пшал он. Младшее Чадо Выдал Нечаев Замуж, Подпоив Будущего Мужа. Невеста На четвертом Месяце, И как бы чего Не вышло. Пронюхает Губернатор То-се. Дочка Кончилась Родами И, Умирая, Целовала Папу Нечаева. За долгую Жизнь, Говорит Григорович, Наблюдал Я Много Подобного И Бесподобного. И должен Заметь, Дочки Любовницы Прямо-таки Обожают Отцов Растлителей. Чувствуют Необыкновенную Привязанность. Сестры Нечаевой Буквально Не отпускали Григоровича, И госпожа Миллер Покинула его. Когда он вернулся, Она, Расслабленная И томная, Лежала у себя В Бахметьевке, На диване, Подле, На низенькой Табуреточке, Коленками, Упершись в подбородок, Примастился Граф Алексей Константин Читал Стой. Держал Любимую За руку И читал Стихи Средь шумного Бала Случайно В тревоге Мирской Суеты Тебя Я увидел, Но Тайна Твои Покрывала Черты Примечания Стихотворение Средь шумного Бала Опубликовано В журнале Отечественные Записки 1856 Номер 5 Обращено К Софье Андреевне Миллер Будущей жене Поэт Жених Алексей Константинович Толстой Познакомился С нею В декабре 1850 Года Или В начале 51 На маскараде В Петербурге Впоследствии Петр Ильич Чайковский Положил Эти стихи На музыку Не странно ли Что самый, наверное Проникновенный Романс О любви К женщине Сочинил Композитор Избегавший Слабый Пол Боявшийся Тетенек Хуже Смерти Дело Быть может Отчасти В том Что Любимый Адресат В тексте Толстого Не имеет Так сказать Половых Гендерных Признаков Не принадлежит По грамматике Ни к мужскому Ни к женскому Роду Лишь 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 Печально Глядели А голос Так Дивно Звучал Как Звук Отдаленной Свирели Как Море Играющий Вал Историю Григоровича Зафиксировал Алексей Сергеевич Суворин Издатель И журналист Малость Свихнувшейся На женской Неверности И коварстве Молодая жена Суворина Погибла В результате Двойного Самоубийства Своего И любовника Который По уговору Выстрелил В нее А Суворин Ни сном Ни духом Не подозревал Не догадывался И дневник его Полный свод Антиженских Баек И случаев В пьесе Например Нравится ему Реплика Медовый месяц Один А бедовых Много Или Некто Приехал В Питер Пишет Суворин Остановился В гостинице Встретил Знакомую Из провинции Спустя Несколько дней Она Приглашает Его Приходит Дамы Кавалеры Пьют Чай Пирожное Шампанское После ужина Хорошо и весело Живется Кокоткам И вообще Женщинам Которые Ничем Не стесняются Какие у них Наряды Какие Бриллианты Какие Рысаки Сколько Поклонников Мужчины Мужчины Пишет Говорит Ламповщик Пустите Пустите Алексей Алексею Сергеевичу Суворину, отмеренно, как и Григоровичу, 78 лет. Он был настоящий журналист. И мальчишкой мечтал проникнуть во строк, чтобы колодники рассказали ему свои истории. А он бы потом напечатал. Все сыновья Суворина, кто в молодых годах, кто в глубокой старости, добровольно ушли из жизни. Младшая дочь при советской власти погибла в тюрьме. Перехожу непосредственно к событиям XX века. Высший свет. 14 октября 1964 года заместитель министра Авдотья такая-то пригласила гостей. Ну, там, друзья детства и прочие ответственные товарищи. А среди прочих майор в штатском. А может, полковник. В штатском поди разбери. Но что интересно, анекдоты накручивает. Как вошел анекдоты. И очень, знаете, актуальное. На злобу дня. Нет чего бы попроще. В троллейбусе, скажем, толпа. Вот парня с девушкой сбила. Не разомкнешь. И дышать нечем. Ах, она говорит. Молодой человек. Я чувствую ваш конец. Мило, правда? Сразу пятый класс вспоминается. Или еще. Из детского сада. Пошел Иван Иванович в диспансер. А что поделаешь? Надо. На что жалуетесь? Врач спрашивает. Да вот, говорит. Синий. Ну да. Предъявить. Показывает. Орлов с Истоминой в постели. Тара-та-ра-та-та-та-та. Не отличился в жарком деле. Тара-та-ра-та-та-та-та. Не думав милого обидеть. Взяла Лаиса микроскоп. Ну и тут тоже. Берут микроскоп. Хоть-то Орлов, хоть Иван Иванович. А конец-то один. А Лаиса или Раиса. Или спутница из троллейбуса. Значения не имеет. Все равно на анализ. Ежели синий. Ну что, доктор, как? Жить буду? Будете, заверяет. Только, пожалуйста, скажите своей Лаисе, чтобы не пользовалась копирками. Синие, простите, копировальной бумажкой. Да ведь майор в штатском не туда заворачивает. Дорогой Никита Сергеевич, врач говорит, ваша драгоценная жизнь вне опасности. Но передайте, прошу вас, уважаемой Катерине Алексеевне, пусть выпишет из Парижа рулончик. Вот какие толстые обстоятельства, а? Что ж вы не улыбаетесь? Гости дорогие. А ежели не поможет? Никита Сергеевич спрашивает. Тогда так. Врач посоветовал. Пейте ржавую воду, а на шею вешайте магнит. И совсем даже не смешно. Ни капельки. А главное, об ком речь? Про граф, что ли, Никиту Панина? Про Екатерину Первую? Урожденную Марту Скавронскую? Супругу Петра? Или Екатерину, допустим, Великую? А-а-а-а! А пошлю-ка я вас в большую, извините, красную энциклопедию где по соседству и обретаются искомая Екатерина Алексеевна да близлежащий Никита Сергеевич, который аккурат 14 октября 1964 года освобожден, цитирую, от обязанностей секретаря и члена. Видит такая-то, гость пропадает. Ах ты, думает, друг детства, майор, думает, полковник, хозяйка, я, думает, ай, не хозяйка, авдотья, ай, не авдотья, а думает, мне плевать, я на велосипеде. Слушайте все, пожаловали иноземцы в Россию, тюрьму осмотреть. Да ради бога, будьте любезны, милости просим. Красота, чистота, уют, арестанты в пижамах. У одного полоса черная с желтой искрой, у другого голубая и блеск фиолетовый. Отчего это в форме такое разночтение? Иноземцам-то не вдомек. Со смыслом или по случаю? Ну как же? Такая-то поясняет. Которые черные с желтым, эти, блин. анекдоты рассказывали. А фиолетовый с голубым, они, обратите внимание, те самые анекдоты, подслушали. Так выпьем, провозглашает. И с рюмкою к штатскому другу тянется. Выпьем, голубчик, за встречу. Тут гость изумился. Давай водку глушить, закуску накладывает. И разговор общеналадился. Тосты пошли. Здравицы! Поклонник ветреных лоис, тираны мира. Трепещите! А вы восстаньте и внемлите! Взяла Авдокия микроскоп. Историки спорят, кто из братьев Орловых находился в постели с Евдокией Ильиничной и Стоминой. Скорее всего, Михаил Федорович Орлов. Что касается Дуни Авдотьи и Стоминой, знаменитой нашей балерины, о ней много чего известно. И в частности, то, что она никогда ни у кого не была на содержании. Дневник, рапорт, стихотворение. 15 октября 1827 года. Вчерашний день, записал Пушкин, был для меня замечательным. Достигший Боровичей в 12 часов утра застал я проезжающего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Меж тем, я обедал. При расплате не достало 5 рублей. Я поставил на них и карта за картой проиграл 1600. Расквитался довольно сердито. Взял взаймы и уехал. Очень недоволен собою. На следующей станции нашел Шиллерово духовица. Но едва успел прочитать первые строчки, вдруг подлетели четыре тройки с фельдъегерем. Вероятно, поляки, сказал я хозяйке. Да, отвечала она, их нынче отвозят с допросов. Я вышел взглянуть. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черной бородкою фризовой шинели и с виду настоящий жид, за коего и был мною принят. И неразлучное понятие жида и шпиона произвели на меня обыкновенное действие. Поворотился спиною, воображая себе, что был он затребован в Петербург для доносов и объяснений. Однако же тот, кого принял я за жида, взглянул на меня с живостью. Я невольно обратился к нему. Мы оба пристально смотрим, и я узнаю Кюхельбекера. кинулись друг к другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдьегер взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слыхал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнаю, что везут их из Шлиссельбурга. Но куда же? Господину дежурному генералу главного штаба фельдьегеря подгорного раппорта. Отправлен я был сего месяца 12 числа в город Динобург с государственными преступниками. И на пути на станции Залазы вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру некто господин Пушкин. Начал поцелуями, а после с ним разговаривал. Дабы помешать он ему, повелел я отвезть арестанта за полверсты, а сам остался для прописания подорожной и заплаты прогонов. Но господин Пушкин просил меня передать Кюхельбекеру денег и угрожая мне говорит по прибытии в Санкт-Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег. Сверх того не примену так же сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. О себе господин Пушкин с угрозою объявил, что был посажен в крепости и потом выпущен. Почему я еще более препятствовал им им иметь сношение? А преступник Кюхельбекер сказал мне это тот Пушкин, который сочиняет. Бог помощи вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на перах разгульной дружбы и в сладких таинствах любви. Бог помощи вам, друзья мои, и в бурях, и в житейской, в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. Все приведенные выше отрывки заимствованы у классика. Смотри, Пушкин, собрание сочинений в 10 томах том 3, страница 35 и том 8, страница 21, 20, 47, 98 мая и сопоставлены в данной последовательности Натаном Яковлевичем Эдельманом. Действуя свойственным нам способом, мы печатаем документы подряд, не разряжая фразами, связками, но вторгаемся непосредственно, переписывая его, в том числе и классический на свой лад. На кой лад? Кроме того, в трудах Эдельмана убранный из дневника классика, полагаю, для общей стройности упоминание о нации на три буквы, ее внешних признаках и неразлучных понятиях. Существенно оно или нет, но случайному этому тождеству арестанта с южным народом обязаны мы появлением Кюхли, ибо автор его был еврей, похожий на Пушкина, и в первом своем романе встретился, стало быть, сам с собой. Утверждаю принципиально бездоказательно. Скажу только, что Тынянов родом из Режицы, Резакне, которая в Первую мировую стала фронтовым городом, откуда жителей насильственно выселяли, обвиняя печатно в газетах и в приказах по армии в неразлучных понятиях. А как интересно звали его по-настоящему. Юрий Николаевич Тынянов по древнему обычаю евреем считается тот, кто раз обрезан, два не менял имени, три ходит в синагогу и еще что-то. Четвертое. Мы не обрезаны. Имя нам дали черти какое. В синагогу не ходим. Но что-то осталось. Четвертое. Лев Натанович Лунц, младший современник Тынянова пытался обрести Отечество, перейдя из местных подданных в граждане литературы. Как вчера заполняю анкету, хотелось мне написать место рождения Пушкин, родной язык Пушкин, национальность Пушкин. Тут, может, сошлись бы Есенин и Пастернак, Бунин и Бабель, Якобсон и Бахтин, Шкловский и Поливанов и для смеха Ильф до Петров. Или Сергей Александрович Есенин послал бы нас куда подальше, в Рязанскую губернию, в село Константиново, а Ивану Алексеевичу Бунину. Подавай по нынешнему Липецкую область, Елецкий район и даже Тихоня Бабель спросил бы умильным голосом, а нельзя ли, братцы, присобачить Одессу и писателя Мапассана, который Ги, Де, Бог, помочь вам, друзья мои. Последний сегодняшний текст связан с датой многими еще не забытой и тоже переходящий. Праздничный пирог. Дорогу оттуда до сюда знаете, Зыковка называется. Вон академик Шухов со мной по соседству на Шабловке башню возвел. Так она так и идет. Башня Шухова. Или в Париже Эйфелева. А Хрущев Никита Сергеевич, кто помнит, 400 верст бетона уложил, чтобы родное село к цивилизации подключить. Хрущевка. Эх, разве дождешься? Хоть себя лично на бифштексы изрежь. И кому скажешь, куда пойдешь, где голову преклонишь? 20-летие революции обсчитали. Назначили Васю Зыкова в Северный обком комсомола секретарем. Может и первым. Вот он быстренько снарядился, да по области укатил. На Эмочке или на Фарде, что уж у них там в гараже имелось. А только, чтоб за ним не прислали, лежит между болотами деревня Брюхова. Не Брюхова, обратите внимание, и не лежит, а как бы это образно сформулировать, располагается. Здесь восточное нашествие увязло. Деревня наша, Брюховка, с собой Европу и заслонила. А когда норманны пошли Китай завоевывать, тут и споткнулись. А тем более Эмочка, или Форд наша деревня Брюховка, по нам ни пройти, ни проехать, только на пузе проползти. И возмутилась быстрокрылая Васина душа, нам нет преград ни в море, ни на суше, нет таких крепостей, но с песнями и танцами не пойдешь в инстанции. Там обязательно прооркестр спросят, кто музыку исполнять будет. Развернул Вася Форда и прямым ходом наверх, мимо милиционера, по широкой лестнице, по ковровой дорожке. Ах, как Эмочка по ступенькам скачет. Господи, какая машина была. Их немцы в войну позахватывали, с места двинуть не могут, а Вася бы на Памир взлетел. Не то, что в кабинет товарища Пифагорова. Он после в Южном обкоме орудовал. Товарищ наш Пифагоров по маслу и молоку Америку догонял и перегнал. Колхозы, видишь, план выполняли за счет магазинов. Мясо и молоко покупали, да государство издают. А товарищ Пифагоров концы с концами увязывает. Пифагоровы штаны на все стороны видны. Вот голая наша спина и открылась. И как уткнулся в нее Хрущев Никита Сергеевич совсем духом пал. Да ну вас сказал. Здесь тысячу лет ничего не будет. Махнул рукой и взялся собственную семью обеспечивать. Пифагоров без имени отчества пляшивую голову под пулю подставил. Нажал там чего следует и готово дело. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой, как Вася Зыков ему в кабинете пропел. Брюхова говоришь сказал Пифагоров Северный и тряхнул чубатою еще головой используя внутренние резервы. Брюхова прошептал Вася и от переполняющих чувств даванул на клаксон с опорой на собственные силы. Эммочка взвыла давай сказал Северный Пифагоров и рубанул воздух с твердостью Пифагорова Южного. Нам бы только начать развернуться а там в правительство с просьбой войдем помогите не бросать же на полпути. Да я в жизни дороги не строил говорит Василь Васильевич Зыков распространяющий ныне местное лото. Я думал как соберем народ кирки лопаты добудем поскребем мало земельку уравняем асфальтом залили и пошел а там гатить трамбовать камни укладывать да еще во сколько рядов а камень где взять а возить на чем сто тысяч народу эти пятьдесят верст моты жили да если б я знал а вы думаете Петр Великий знал что шведов побьет в 1940 году рассказывает министр мы в течение летнего сезона построили шоссейную дорогу трасса была поделена между городами и районами а внутри городов и районов между различными организациями в результате большой подготовительной работы полотно насыпали в один день вспоминается с каким энтузиазмом масса народу рано утром вышла на трудовой подвиг более ста тысяч с одного конца и более шестидесяти тысяч с другого двинулись навстречу друг другу а посередине работали жители прилегающих деревень на помощь прибыли добровольцы соседи людей пришло больше чем предполагалось к исходу этого воскресного дня мы обозрели место работы самолета под нами лежала хорошо профилированная желтого цвета трасса как праздничный пирог в 90 километров не забываем а после того как полотно уложилось за дело взялись каменщики 7 ноября 25 октября по сторонам дорога была готова если осталось несколько минут прочитаю стихотворение оно вероятно как-то стыкуется с размышлениями о союзе за не изил боярышник ирга мы занимаемся словами что и волга что та волга равно придумано не нами кто там поет что там цветет какие звери птицы камни напротив ли наоборот нам все едино плавни ставни но кровь красна но крик кричит и стонет стон и стыд стыдится и плачет плач и боль болит а сон нам снится 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 до свидания встретимся в ноябре и как м и кто сон не они